Хорошо, мы начинаем. Добрый вечер, я очень рад всех встретиться со всеми. У нас сегодня тема, мы не по нашей книге Орот Ачува, мы решили опять сделать такой зигзаг. Мы сегодня будем заниматься темой святости Равкука. До того я хочу сказать, то что недавно слышал о Равшарке, что святость это на самом деле встреча с Всевышним лицом к лицу. Соответственно, для этого нужно быть готовым. Равкук в нашем отрывке, насколько я понимаю, не занимается определением святости. Он нас немножко вводит в то, как там жить, как там и что там. Немножко такой туристический поход, экскурсия по музею. А вот здесь они ели, а вот здесь они пили, а вот здесь они так, а вот здесь не сядут. Как-то я так чувствую. Я скажу еще, конечно, как я люблю говорить, что, по крайней мере, моё личное ощущение, что в наших книгах редко встречаются определения. И у Равкука в том числе. Что мы доимеем? Мы имеем высвечивание каждый раз какого-то очередного части с другого ракурса. И, допустим, в Талмуде очень часто мы начинаем разбирать тему, предполагая, что весь Талмуд уже знаешь, но сейчас мы эту тему разбираем. Без введения, так вот, сразу с середины. И вот, как бы, после такого вот введения я хочу приступить к нашему тексту. И он, по крайней мере, меня практически с первых строчек немножко выбивает из себя, выбивает из того, к чему мы привыкли и того, что мы ожидаем. Ну, достаточно я уже поговорил. Давайте сделаем, посмотрим, что же у нас там в тексте. Предел стремления в жизнь. Святость. Ну, это просто, понятно, нормально. А вот следующее предложение. Это уже, по крайней мере, для меня бомба. Святость – это высшая сфера, в которой нет ничего от слабости, присущей морали. Это еще что такое? То, что святость – это не мораль, святость – высшая морали, этики – хорошо. Но какая принципиальная слабость может быть в морали? Мы привыкли, что мораль – это хорошо. И здесь я опять сделаю отступление. Мы привыкли, что если это хорошо, то там все хорошо. Мы не разбираем, а что же в этом хорошем плохого. И наоборот. Если что-то плохое, мы знаем, это плохо. Мы не разбираемся, а что же в этом плохом хорошего. Рав нас приучает мыслить немного более трехмерно, географично. Это хорошее – здорово. Давайте его тоже оценим. Что есть в нем плохого и чего нужно в нем опасаться. Это плохое – хорошо. Давайте посмотрим, что в нем хорошего. И это, конечно, очень новый взгляд. Но у Рава – это его свойство. Вот он так видит вещи, и так он нас учит видеть. И это один из отрывков, где это проявляется. Святость – это такая высшая сфера, в которой нет ничего от слабости, которая присуща морали. Но я хочу остановиться на пару минут и задать открытый вопрос. Как вы думаете, какая есть слабость в морали? Есть кем-нибудь детей? Ну, я скажу тогда. Добрый вечер. Я тогда скажу о слабости морали. Дело в том, что… Да, добрый вечер, Нихама. Очень рада вас видеть. О, вам очень идет эта стрижка. Очень. Ну, извините. Про мораль. Да, про мораль. Мораль, к сожалению, отрывает нас от общества. Потому что оно в основном неморально. К сожалению, моральный человек, ну, возможно, даже страдает от корыстности общества. Ну, возможно. Это слабость морали. Очень сложно выживать в обычном обществе. То есть, как бы, у вас нет других вариантов, как, ну, как бы, примкнуть. Как это называется? Господи. Блин, да что ж слово забыла. Ну, в общем, к людям, которые строго соблюдают. Жить, поволчивать. Да. Да. Но это исключает, как бы, мораль. Ну, к сожалению, ну, вот такое. Ну, очень мне понравилась ваша идея. И, может быть, Сераф действительно предложит здесь, что вот святость, эту мораль, эту слабость исправляет. Это мы посмотрим сейчас по тексту. Ну, очень интересная идея. Видите, не просто так я спросил. Я, как я, тоже, чему-то учусь. Я бы об этом не подумал. Это действительно верная идея. Действительно, человек остраняется от общества. Ему сложнее быть его частью. С тем, что он продвигается морально. Или он будет, если, потому что если он будет полностью частью общества, как действительно сказали, с волками жить, соответственно, быть. И, а если тот момент, когда ты отделяешься от общества с тем, чтобы быть морально, то у тебя получается эта пропасть. Это действительно слабость. Хорошо. Большое спасибо, Виктория. Ну, я на самом деле нашла выход, кстати, из этой ситуации. Я, ну, типа, интроверт. Нет, может быть, не нужно... Ну, я типа мало общаюсь, там, туда-сюда. Ну, а как и чего? Еще какие-то идеи? Мораль ограничивает человека, и он действительно становится слабым. Вот если ему все-таки приходится встречаться с членами общества, которые не обременены моралью, то он может проиграть в схватке с ними, именно потому что мораль на него накладывает ограничения гораздо больше. Отлично. Да, безусловно. Я давным-давно читал статью по этому поводу Рава Элизара Миламеда. Он писал, что в этом случае единственное преимущество морального человека это обличить неморального в том, что он неморальный. А если он не пользуется этим преимуществом, то шансов на победу у него вообще-то нет вообще. Между нами говорят, когда тебе встает вопрос обличать кого-то или нет. Это очень сложный вопрос, все время с этим сталкиваешься. Кто-то ведет себя некорректно, и вообще говоря, можно его обличить, можно на него собак спустить, но в этом есть проблема. Это прийти к моральному человеку, пользоваться определенными приемами. Хочу дополнить, дополнить хочу. Дополнить. Какие приемы? Ну, молчание золота. Ну, правильно. Молчание золота. Есть какая-то группа, например, ориентировочно говоря, какой-нибудь форум. И какой-нибудь там человек, ну, неважно, всегда может быть кто-то, кто плохо влияет. Ну, там в интернете создает всякие провокативные споры и так далее. Мешает? Да. И вообще говоря, правильно и жестко его выгнать, чтобы он не мешал другим нормально общаться. Но это как бы некрасиво. Хочется человеку, с человеком, по-человечески, объяснить ему по-человечески, отнести к нему, несмотря на то, что он себе это не простой. То, что было у Резера Меламеда, у него была такая... И нам, допустим, вынуждены мы. У него была такая как бы идея. Он говорил, что как бы злодей, у него есть преимущество от праведника в тем, что он может менять правила игры во время игры, не выполнять обещания и так далее. Соответственно, праведник, который придерживается, держит слово, придерживается правил, которые были согласованы, у него нет шансов против злодея. Единственное его преимущество – это обличить злодея как злодея. Но я это просто упомянул как бы в скобочках, потому что у нас еще много материала. И если кто-то хочет сказать идею по сути, в чем еще может быть, по вашему мнению, слабость, морали, я с огромными возрастами послушаю, и мы перейдем, продвинемся дальше по тексту. Морали, в общем-то, вещь довольно относительная. Сегодняшняя мораль не равна морали сегодняшней вековой или там даже 200 лет назад или 100 лет назад. Например, тебя вызывают на дуэль. Как ты можешь отказаться? А в результате или тебя убивают, или ты убиваешь. Нам сегодня это дико, но вот читаем трех мушкетеров с захлёпанными. Это как пример. И сегодня у нас мораль не совершенна. У меня слабость. Если бы это была совершенная мораль, тогда мы… У меня нет с этим проблем. Я объясню. Раф Кук говорит, и мы учили этот отрывок, что суть человека не в том, чтобы быть совершенным, а в том, чтобы постоянно изменяться и стремиться к совершенству. В этом смысле, что морально становится все время лучше, это даже не недостаток, а достоинство. Я как бы дико извиняюсь, но у одного раввина я услышала, что сдерживание себя идет тебе в заслуги. То есть если ты моральный человек, да. Если ты моральный человек, да. И то есть у тебя вызывает, ну, гнев. Я вот, например, гневливый человек. Я могу впасть в гнев, но со временем как бы я выучилась. То есть гнев в себе копить. Ну, как копить? Ну, копить. Но теперь, когда я с иудаизмом познакомься, я знаю, что это заслуга. И мне хорошо. Например, я могу вылечить своего ребенка, чтобы он не болел месяц, а одну неделю. К примеру, я могу поделиться заслугой, ну и так далее. Отлично. Вот я, вот я, вот это, за это я ухвачусь. С этого мы пойдем дальше, потому что это как раз то, что рад нам сейчас скажет. Мораль – это себя сдерживать. Давайте посмотрим, что у нас идет дальше. Ну, то есть, скажем так, независимо от того, что мы сказали, в чем слабость морали, сама такая пословка вопроса, что в морали есть слабость, причем серьезная, которой в нашем случае нету святости, это для меня была как бы большая такая вот очень неожиданная бомба. Вот. И сейчас мы… Ага. Тут написали, что меня плохо слышно из-за того, что я далеко от микрофона. Я приблизился немножко, но мне кажется, если плохо слышно, то это, наверное, из-за того, что все-таки интернет хуже, но я постараюсь. Нет, вроде хорошо слышно. Натана, вас слышно прекрасно. Нет, мне всех хорошо слышно, а вот конкретно Натана не очень хорошо, поэтому я попросила. Итак, меня сейчас слышно лучше или все равно не очень? Да, так лучше. Спасибо, Натан. Так, возвращаемся к нашему тексту. Святость вовсе не воюет против любви к себе, запечатленной в глубине души всего живого. Здесь по ходу граф дал определение морали. Мораль, да, воюет против любви к себе, а святость нет. Сейчас мы это посмотрим. И тут же, в нашем же отрывочке сразу же понятно, это запечатлено, запечатано в глубине сердца всего живого. Как сказал Раф, запечатлено в глубине души всего живого. То есть, любовь к себе – это что-то очень принципиальное, очень глубокое. От этого отказываться неверно. Но мораль, конечно, воюет с любовью к себе. Не хапай все, оставь брату, подумай о других, не будь эгоистом. Это все мораль. И это все борьба, война с любовью к себе. Не прекрати вот это вот движение к себе, начни отдавать. Не думай только про себя, да, но, то есть, это борьба, правильная борьба, хорошая борьба, абсолютно верная борьба. Но, как бы, мы пожираем сами себя. Мы воюем собственной сутью. Еще раз, это правильная и верная война. И, видимо, нельзя добраться до святости, не пройдя через мораль. Поэтому это верная война. Но, воюя в эту войну, нужно понимать, что здесь, в общем-то, мы занимаемся немножко каннибализмом. Мы сами себя съедаем. Это, соответственно, у нас получается слабость морали. Святость вовсе не воюет против любви к себе, запечатленной в глубине души всего живого. Напротив, она утверждает человека на такой высоте, где чем больше он любит себя, тем больше распространяется добро, которое в нем на всех, на все его окружение, на весь мир, на все бытье. Пройдя как-то тяжелый этаж морали, мы приходим на более высокий, на более широкий этаж святости. И там уже от нас не требуется, уже не нужно воевать с любовью к себе. Наоборот. То есть мы уже начинаем жить в мире с самим собой. И уже не нужно вот это вот начальное ограничение, прекрати думать о себе, начни думать о других. Ты уже начал, ты уже прошел, ты уже ведешь себя нормально. И начинается второй этап, гораздо более приятный и себе, и людям. Это святость. То есть мы, у нас, по крайней мере у меня, в голове святость связана как-то вот немножко с каким-то самобичеванием, с самоограничением, таким вот монахом где-то там в монастыре, да? Который там не ест, не пьет, а с этими днями молится. Раф нам здесь рисует изнутри, и, кстати, чувствуется, что он знает, о чем он говорит, да? Раф нам рисует изнутри совершенно другую картину. И если мораль – это война, тяжелая, с самим собой, со своим дурным началом, то святость получается уже сладко. Это уже вкусно, и это уже спокойно. Соответственно, да, и, конечно, добро, которое распространяется от такого человека, из-за того, что начинает себя больше любить, оно не только не уменьшается, но увеличивается. Понятно, что это высокий уровень. С него не начинаем. Но, как бы, если мы хотим такую вот экскурсию вот в музее святости, то Раф нам показывает, как это с той стороны видно. В общем-то, все. Про мораль и святость на личном уровне мы закончили все. И, по крайней мере, если до этого отрывка мы боялись святости, то есть это, конечно, очень хорошо и правильно, но с моралью я с трудом, то самое, там, себя постоянно вот держу, да, ограничиваю. Со святостью это еще больше, как бы, я туда не хочу. Теперь, может быть, мы понимаем, что туда хорошо, то есть стоит война на поле боя морали с тем, чтобы пробиться к святости, потому что там гораздо более сладко, спокойно, приятно и хорошо. И мне, я начинаю жить в мире с самим собой, а не в постоянной войне. Доброго начала со злым и в мире. Теперь мы переходим к другому, другой части. Это святость и мораль в обществе. И там работают немножко другие законы. С вашего позволения мы проводим нашу экскурсию. Переходим в следующий зал. Природа общества такова, что в нем никоим образом недопустима наклонность к ослаблению любви к себе. Мы сейчас говорим уже не про любовь к себе в личном плане, а в общем, то, что называется любовь к всему народу, национализм. Если такое случится, то не принесет ничего, кроме разрушения морали и внутреннего, всепожирающего разложения. У нас получается, что на уровне общества мы не можем требовать ослабления любви к себе, ослабления патриотизма или ослабления национализма. И если мы это требование да, продвинем, да, будем его лоббировать, то это не принесет ничего хорошего, кроме разрушения самого этого общества. Почему это так? Я не знаю. Кураво не написано. Я могу поделиться своими собственными идеями, мыслями. Мои мысли не такие. Любовь к себе это очень мощная сила, которая сидит очень глубоко внутри нас. Поэтому в начальном этапе морали, если я немножко с ней поборюсь, немножко ее ограничу, ничего страшного не произойдет. Наоборот, я стану лучше, я стану моральнее. А сила, которая держит людей вместе в обществе, в народе, награда слабее. Если мы начнем требовать морали от народа, чего ты все думаешь про себя? Подумай про соседний народ, отдай ему кусочек от себя. Не знаю, поделись с ним своей землей, допустим. Вот это вот псевдоморальное требование на уровне народа ничего не принесет. Либо мы имеем крепкий народ, который в себя верит и не будет делиться своей территорией ни с кем. Либо мы увидим слабый, гниющий, распадающийся изнутри народ, который готов делиться своей землей, но при первом, но у каждого человека, который внутри этого народа сидит, будет все эти думать. Собственно говоря, зачем мне это вообще нужно? Почему мне не переехать на постоянное место и жительство в другое место? Тут вот собирается какая-нибудь очередная война и не конфликт, а зачем мне тут нужно за соседа идти в армию и жизнь свою класть? Не проще ли мне куда-то уехать? То есть такое общество, оно разлагается и распадается. На уровне общества требование быть моральным, то есть ослабить любовь к самому себе и начать делиться, это требование. На сегодня оно действительно поднимается, но есть, но оно не приносит. То есть здесь мы видим работу другую, как по-другому это действует, как по отношению личности общества. Мораль, ограничение себя, просьба делиться, благотворно действует на личность и разрушительно действует на обществе. Природа общества такова, что в нем никоим образом недоступна, недопустима наклонность к ослаблению любви к себе. И если такое случится, то не принесет ничего, кроме разрушения морали и внутреннего всепожирающего разложения. Поэтому абсолютно невозможно требовать, чтобы был в мире народ моральный, но только народ святой. Поэтому требование о том, чтобы народ был моральным, это требование невозможно. Может быть, либо народ живой, от которого нельзя требовать быть моральным, либо если мы потребуем от народа быть моральным, мы получим мертвый народ. Народа не будет. А что да? А да, возможно быть святым народом. То есть, чем больше я усиливаю свою национальную составляющую, любовь к своему народу, тем больше весь мир выигрывает. чем сильнее я защищаю свои границы и не согласен ни с кем делиться, как у нас любят говорить, землю за мир, тем всему миру лучше. Понятно, что на сегодня у нас такой народ один. Но в будущем будут такие все. Но мы видим, что на уровне народа уровень морали мы должны перепрыгнуть. Либо это народ не моральный в том смысле, что как народ он не делится, он думает только о себе. Либо он просто умеет. Но у нас есть возможность народу спрыгнуть сразу на уровень святости. Для личности, видимо, этот прыжок невозможен. Личность должна сперва бороться со своей любовью к себе, ограничивать себя, сдерживать себя, научить делиться с кем-то. И после этого только она сможет прийти на уровень святости. По поводу народа, по крайней мере, пример одного такого народа у нас есть. Это еврейский народ. Соответственно, теорема, что такое возможно, доказана. В будущем это могут быть все народы. Но от народа опять-таки мы не можем требовать быть моральным, допустим, на войне. А мы можем требовать быть святым. И тогда всем будет хорошо. Это по поводу, допустим, требования, что у нас встречается, я это тоже упоминаю, по поводу армии быть моральной. Так вот, получается, что потому, что пишет Равку, моральная армия это ничего кроме разложения армии и народа не приносит. Армия должна силой отстаивать моральные требования своего народа. Они сусюхутся с врагами. Это уже мое добавление. В нашем отрыве, как вы видите, ничего про армию не написано. Но когда мы говорим про общество, я говорю как бы вот в этом смысле направиться здесь тоже правильно. Давайте пойдем дальше. Народ, который при всяком его усилении, при всяком возвышении собственной ценности, как внутри, так и снаружи, возвысит и усилит также свет и добро в мире. И получается, что концентрат добра, заключенный в морали, уже содержится в святости в образе более совершенном, прекрасном и утонченном. Последнее предложение, мне кажется, это заключение и отрывка про личное соотношение морали и святости и про общественное. Вот тут был вопрос, что есть слабость действительно в морали, что человек отделяется от общества и, видимо, святой человек, он достаточно отделен, он уже может быть частью общества. И действительно, как бы, не возвышаясь над ним, он может как бы его поднимать, освещать гораздо более приятным способом, чем это делает человек, который еще не достиг такого уровня. в данном отрывке у нас есть принципиальная разница между святостью и моралью личности и общества. до сих значит один отрывок мы закончили. сейчас мы начнем следующий, который по этой же теме, но я хотел бы здесь остановиться и передать на несколько минут, если можно, короткие какие-то мысли, возражения, ассоциации, которые вызвал этот отрывок, я буду очень рад услышать какую-то реакцию. Добрый вечер, если можно, вопрос. Пытаюсь для себя понять, мы говорим, что человек может быть сначала моральным, а потом святым, но в случае с обществом это невозможно, через уровень морали надо как-то перепрыгнуть, но ведь общество состоит из индивидуумов, из каких тогда индивидуумов состоит святое общество, если ну как бы я не вижу как этот прыжок совершить. Ну, во-первых, это как раз следующий отрывок, который у нас будет здесь изучаться. Соответствие между святостью, моральностью индивидуумов и общества. А, окей, Но в данном случае я могу только сказать, что общество это более высокий организм, чем индивидуумы. Даже как наше тело состоит из отдельных клеток, я хочу, чтобы клетки были, каждая из них была здорова. Из клеток у меня есть органы, которые я только хочу, чтобы они были здоровы. Не обязательно, что если все у меня клетки здоровы, то все мое тело, оно тоже здорово. И наоборот, то есть организм, он состоит из клеток, но он не совокупный из клеток. Он гораздо более высокая личность. Также здесь мы относимся к народу как в каком-то мире как личности, которые самостоятельны, желания и так далее. И есть, конечно, взаимосвязь между отдельными личностями и всем народом, но это не одно и то же. Народ это не просто простая математическая сумма составляющих его людей. Это что-то более высокое, более большое, что имеет свое самостоятельное желание, стремление, цели и так далее. Спасибо. Мне кажется, именно поэтому есть различия. потому что народ или группа какая-то, если это общество, в котором есть внутренняя связь, оно прежде всего обязано, у него есть обязательства перед членами этой группы или перед своими ну, как сказать, жителями частями народа. а потом поэтому это более высокие обязательства, чем обязательства перед другими народами, скажем. Иначе, если это будет наоборот, то народ исчезнет и рассложится. если для меня, например, благо для кого-то негров, каких-то угнетаемых в Африке, которых мне очень может быть жалко. Но если для меня это важнее, чем благо собственной семьи или собственного народа, то тогда народ действительно разваливается, его не остается. Натан. Да, Таня. Вы согласны, Натан? По сути, хотела узнать, слово мораль вы использовали? Это вы имеете в виду Дерехеретс? Урава в источнике написано мусар, если не ошибаюсь. Правильно, Ширель? Да-да, мусар написано. Но ведь мусар это есть часть Тора, и поэтому если Дерехеретс предшествует Торе, это понятно, что нужно пройти путь, чтобы а что Тора не дается для того, чтобы мораль была, то просто вот я хотела выяснить, что же такое, иначе получается несоответствие какое-то. Давайте вот здесь делаем то, что я люблю. Давайте определим слово по контексту. Мораль так, иначе здесь по контексту мораль определяется очень просто. Это душевное движение, когда для улучшения себя и для достижения добра человек вынужден себя ограничивать и с собой бороться. Это то, что мы говорим мораль. С теми примерами, которые я привел, не подумай о других, не забирай себе все, оставь еще кому-то, не будь эгоист. Это сжимание, борьба с самим собой. Соответственно, из контекста мы видим, о чем здесь Рав говорит, потому что слово мораль. И вообще очень многие слова очень сильно могут меняться из-за контекста. у Рав в основном очень нужно обращать внимание на контексте. Оттуда гораздо лучше понимать, о чем мы говорим, что значит конкретное слово, чем просто словаря. В связи с этим какой у вас вопрос? Ну просто если это мусар, то это уже человек, который признал Тору и получил ее, и развивается. То есть у него могут быть одновременно идти, ну как бы он по морали идет по мусару, но в то же время он еще не достиг выделенности. По поводу выделенности давайте самое. Определение святости, что это отделенность. И как раз вот сейчас слушаю его к Равшерке по поводу урота Тора. Он говорит, что это вообще неверное определение. То есть конечно, что святой он отделенный, но не потому что это определение, а потому что как бы я объясню, то есть я процетирую Равшерке. Если ты по Равшерке святость это встреча со Всевышним. Лицом к лицу. Без каких-то преград и помех. Теперь, если ты чем-то очень занят, заинтересован, ты на чем-то сконцентрирован, то ты отделен от всего остального. Поэтому святой как бы он отделен, но это не суть. А суть то, что он как это сейчас навстречу с Всевышним. Но имеется в виду то, что понимается в иудаизме, что все дела мы делаем не просто так от своего желания, но в то же время мы понимаем, что Всевышний управляет, и даже благословения делаем. Это все связано не просто так. мораль может быть святой, выделенной. Вы об этом говорите, что она должна развиваться и достигать вот этого момента. я совсем запутался, и я очень извиняюсь. В нашем отрывке мораль противопоставляется святости. Вы спрашиваете, может ли быть мораль святой. Раф противопоставляет, это как разные этажи продвижения человека. есть первый класс, это мораль. Следующий класс, это святость. И они работают по-разному. В морали я себя ограничиваю, сжимаю. В святости это уже не нужно, наоборот, я себя расширяю. Я себя, допустим, я не борюсь с любовью к себе. То есть это совершенно другая, может быть, нам практически незнакомая, так мы все не там. Душевное движение, но оно совсем другое, оно противоположное. Поэтому говорите по поводу, может ли мораль быть святой. Мне кажется, если я правильно поняла, то Таня, да, Таня говорит, что имеет в виду мораль, в смысле мусар, как часть иудаизма, то есть как направление в иудаизме, как еврейскую этику, которая является частью Доры. А здесь, как я понимаю, раб это слово использует не в таком значении, не в значении какой-то интегральной части иудаизма, а в более простом, более понятном любому человеку значении, то есть мораль это действительно быть хорошим, не быть плохим. То есть вот так вот. Ну, больше как для меня, вот слово мусар в контексте вот таким, я хотела для себя это выяснить, чтобы у меня не было диссонанса в голове. более того, я здесь не вижу вообще ни упоминания, ни напрямую, ни намека ни Бога, ни иудаизма и так далее. Здесь мы концентрируемся на понятиях мораль по отношению к святости и пытаемся их определить. Соответственно, мне кажется, то есть мы тут нам нужен здесь еврейский народ только только из-за того, что у нас нет просто другого примера святого народа. А вот что может быть, что может себе выбрать народ, кроме как быть моральным? Он может быть святым. У нас есть пример, вот пожалуйста, еврейский народ. Но мне кажется, здесь рад говорить про все человечество, про все народы. То есть обсуждение очень-очень принципиально, очень-очень высокое. Принципиально, что такое мораль? Принципиально, вообще, что такое святость? А уже потом уже гораздо на более мелком уровне евреи, тара и так далее. То есть как мы к этому приведем? А, вот мы к этому весь мир мы приведем через евреев. Мы тут выдумаем и сделаем народ, который святой и он покажет другим народам, что тоже можно быть святым и соответственно пройдя общую историю все станут такими. на индивидуальном уровне мы покажем, что можно быть моральным и потом святым. Это уже реализация. А то, что я ощущаю здесь, сразу говорит, на более высоком уровне, принципиально для всех. Что такое мораль? мораль? Это правильное, хорошее, душевное движение по ограничению себя. Ребенку, который маленький, неразумный, нужно его ограничивать, его нужно учиться себя ограничивать. А ты уже станешь взрослым, большим, самостоятельным, дееспособным, понимающим, что к чему. Наоборот, чем меньше тебя ограничивать, тем лучше ты сможешь улучшить мир. А если тебя как можно больше держать и ограничивать, то ты, то есть, как бы, на сегодня, допустим, рабство, это просто неэффективная экономическая система. Потому что раб производит мало и плохо и пытается постоянно отвильнуть и отдохнуть. А свободный человек производит гораздо больше. То есть, даже с экономической точки зрения, на сегодняшнем уровне развития общества, понятно же, что очень много лишних границ это плохо. Но на каком-то этапе это без этого никуда. Это как бы вот мое здесь. Натан, вот когда я спрашивала мораль может быть святой, я имела в виду, что мы стремимся научиться освещать все наши дела в честь Всевышнего и ту же мораль трансформировать или модернизировать, как хотите. Вот именно под этим аспектом. Да. Но в нашем изучаемом аспекте я не вижу того, что вы говорите. Это верно, то, что вы говорите. Это абсолютно верно. Но по-моему в нашем разбираемом отрывке не присутствует. Вот в этом отрывке этот аспект не присутствует. Это мое мнение. Еще раз. Это верно. Это все правильно. Но на нашем разбираемом отрывке не присутствует аспект. сейчас взаимоотношения человека-человечества с Богом. Там есть от Евгения вопрос. Это связано с тем, с чем я начал. Мы изучаем сложные явления, сосредотачиваясь каждый раз на каком-то маленьком мазке, в маленьком отрывочке. Вот сейчас мы сосредоточились мораль по отношению к святости, как они работают друг по отношению к другу. Потому что если мы попытаемся сделать общесвязанную картину, у нас ничего не получится, потому что все связано со всем. Мы не сможем ничего вообще говорить. В данном отрывке взаимоотношения человека-человечества с Богом не разбираются. Здесь разбирается взаимоотношение хорошести, морали с более высоким этажом, который мы хуже знаем, который называется святость. Сейчас я посмотрю. Сказали вопрос. Не является ли падение Хазарского комбината следствием у него слишком сильной морали? Не знаю. Очень может быть. Что если как общество ты пытаешься вести себя морально и что называется в данном случае немножко отстанусь. Меньше сил тратишь на содержание армии и так далее. И отстаивая свои границы, то очень может быть опять-таки не знаю. С исторической точки зрения не знаю, но интересная эмоция. Позвольте мне. Я хочу сказать, что понятие святости и морали в обществе идолопоклонском и обществе еврейском. Вещи разные. Дело в том, что определение святости и морали ассоциируется у людей, которые живут в Галуте с неким ущербом себя. Но это и так. Дело в том, что Равкук именно тема хорош, что он был среди идолопоклонников. Кто был? Равкук. Равкук. Вот. Он был среди идолопоклонников. Вот. И тема хорошо. Дело в том, что ни святость не имеет значения отделения от общества, ни мораль не имеет значения отделения от общества. Нет. Вы живете с обществом. И в этом-то вся и суть, чтобы с обществом вместе быть таковыми. То есть вы не конфликтуете, вы живете с ними, меритесь, я не знаю, что еще, молчите где-то, еще что-то. И возвращаетесь за счет того, что вы понимаете всю эту суть и идолопоклонства и не злитесь. Вы просто миритесь с этим и как бы действуете по своему сценарию. Я не знаю, насколько я понятно это сказала, но как бы вот так. Спасибо. Я позволю себе с вами не согласиться. Насколько я понимаю, Раф говорит про любой народ в любом состоянии, любого человека в любом состоянии. Определение, которым мы сейчас занимаемся, это мораль, это борьба с любовью ко себе, святость это уже более высокий уровень, когда нет этой любви, она не нужна. Любой народ в любом состоянии, будь то идолопоклонник или нет, в тот момент, когда начинаются в нем изнутри голоса, давайте уступать, давайте делиться, давайте думать о соседнем народу больше, чем о своем, Раф утверждает, что такой народ, он начинает рассыпаться и гнить изнутри. Любой человек в любом обществе, в тот момент, даже если мы работаем на поклоне, в тот момент, когда он начинает воевать с любовью к себе, он становится лучше, даже если мы говорим, что служить идолам это плохо. И это очень сильно связано с общечеловеческими отрицательными качествами, разврат и так далее. Тем не менее, даже и в плохом, и в хорошем, у нас есть градация. Человек, даже плохой, даже в идолопоклоне, в тот момент, когда он начинает воевать, бороться с любовью к себе, начинает думать о других, становится лучше, это безусловно. В какой-то момент, может быть, он достигнет того, что он выбросит своих идолов, но понятно, что в нашем прочтении сейчас мораль – это борьба с любовью к себе. Правильная борьба, абсолютно верно, но в ней есть слабость, святость и на уровне народа, и на уровне человека. Это уже более высокий уровень, когда я прошел на уровне человека уровень морали, и мне уже не нужно, чтобы делать добро, воевать с любовью к себе. Наоборот, чем больше я люблю себя, тем лучше всем, тем больше как бы из меня брызжет добро. Так что, мне кажется, данный отрыв теперь Раф Кук жил и в Изгнании, и в земле Израиля. Он жил в разных обществах, он увидел очень разные культуры, он как бы был, это то, что мне есть сказать. Мы не будем сегодня изучать следующие отрывы, которые я приготовил. Это у меня просто всегда такие амбиции большие. Я думаю, вот мы успеем и то, и это, но мне кажется, лучше в данном случае все-таки качество насчет количества, а не наоборот. Поэтому я хочу еще послушать, кто, у кого какие идеи, ассоциации или возражения. Можно вопрос? Конечно. Здравствуйте. Я сразу извиняюсь за свой русский, потому что давно уже говорил на нем, но я попробую сформулировать. Вот насчет морали, например, да, вот она как бы предшествует Торе, вот как говорится. Ну, например, а вот кто учит ее? Ну, вот вы говорили, что, например, там родители, например, учат ребенка морали. Но этот родитель, например, тоже, у него тоже может быть очень низкая мораль, например, или не все области морали развиты. Вот как тогда? Да, так неужели просто мы учимся морали лишь у своих родителей или в школе тоже, или еще где-то? Вот как бы такой вопрос, как вы думаете? Везде мы учимся морали. Может быть, от родителей, а может быть, наоборот, не от родителей. Мне напомнил Геронидов, который я обожаю, не помню, когда я его услышал. Нашли пьяницу, совсем пустившегося человека. Ну, значит, и спрашивают его, как ты до такой жизни дошел? Он говорит, а что я могу сделать? Какой у меня был выбор? Мама гуляет, папа пьет. Что мне было делать? А потом выяснилось, что у него, когда-то, есть брат-близнец. И что? Преуспевающий адвокат. Быстренько к нему. Как ты до такой жизни дошел? Он говорит, у меня выбора не было, что я могу делать? Мама гуляет, папа пьет. Что, мне только, значит, это самое, только пробиваться на себя, на себя полагается. И люди пробиваться. То есть иногда мы учимся морали от родителей, от общества, иногда сами. Но, как, что делать в такой ситуации, или где мы учимся морали, я не знаю. Это не в нашем отрывке. В нашем отрывке, что такое мораль? Это когда я себя ограничиваю. Что такое святость? Это что-то другое, что мы практически не знакомы с этим. Это такое вот душевное состояние совсем другое. Где мне уже не нужно себя ограничивать? Наоборот, я уже настолько хорош, что чем больше я себя люблю, чем больше я в себя грибу, что называется, тем всем остальным лучше, тем гораздо больше у меня будет сил и возможностей давать добро. Но, опять-таки, мы это внутри себя еще не знаем. Потому что это высокий уровень. Но, по крайней мере, как прогулка к экскурсию, мне было важно и себя, и вас туда провести. Вот пока смотрите, что есть и как это на самом-то деле. Потому что наше воображение в данном случае нас подводит. Оно нас ведет куда-то в другое место совсем. А за русский, конечно, извиняться не нужно. Я уже сам должен извиняться. У меня тоже, так сказать, русские уже, так как я в основном в библиоте общаюсь, но у меня тоже уже, я тоже должен часто искать слова и так далее. Но ведь человек тоже может себя ограничивать. Например, гневливый. Он умеет управлять, направить. Конечно, конечно, это мораль. Конечно, догадайся, что же делать. Нет, я не про мораль уже говорю. А про то, что он понимает, что гнев это... Ну, как сравнивается с одолопоклонством даже, если человек идет за этим чувством, эмоцией. Но, зная, что это не так, надо уметь его правильно направление направить, уметь его погасить, снять вовремя чайник, чтобы он не закипел. Все верно, но это мораль. Ну, как мораль? А с этого человеку он уже не гневается. Ну, это же, получается, мы достигнем этого момента совершенствования. И что, мы не будем развиваться? Ведь он будет снова видеть себя. Вам говорит, будет. Да, есть, куда развиваться. Будет. Человеку не нужно будет себя удерживать от гнева. Либо потому, что его гнев... Ну, то есть его гнев всегда будет правильный, надо сказать тогда. Святой гнев. Да. Я полагаю, что гнева не будет просто. Или не будет. Или не будет. Но, подождите, а этот процесс, когда он работает над собой, он же это не просто из-за общества. Он понимает, что есть Всевышний. Либо да, либо нет. И то, и другое мораль. Вот именно тот мусар, который я имела в виду, что это как часть Тора уже. Крепит перед Всевышним. Вы сейчас говорите о мотивации. Что мотивирует человека работать над собой, сдерживать себя? Это может быть страх. Я не замерзу соседа, потому что, несмотря на то, что мне очень хочется. Потому что я боюсь провести оставшиеся 20 лет в тюрьме. Не хочу, боюсь. И поэтому человек себя приучает, несмотря на то, что сосед его очень сильно бесит. Держать себя в руках. И вести себя лучше. Мораль от страха. Это не самый лучший вариант. Это лучше, чем безморально, неморальность без страха. Теперь, мотивация быть моральным и держать себя в руках. Может быть, более утонченная. Может быть, из-за того, что меня учили родители. Может быть, из-за того, что от меня требует общество. Может быть, из-за того, как я вижу себя в своих глазах. Я человек с большой буквы. И делать нижести мне не подобает. А может быть, из-за того, что я встретил Бога. И это неправильно в глазах Бога. Тогда, в дополнение к морали, я заработаю еще заповедь. Я еще приближусь к Богу по отношению, в дополнение к тому, что я сейчас занимаюсь моралью. Но, как мы сказали, близость к Богу в данном отрывке, по крайней мере, по-моему, не рассматривается. Мы рассматриваем все вот эти, это все-все-все, что мы упомянули. Человек, который сдерживает свой гнев из-за близости к Богу. Или из-за того, что боится попасть в тюрьму. Или из-за того, что он себя видит как достойного человека, а не низкого человека. Или-или-или. Это все уже мотивация. Почему я? И каким образом я себя заставляю? Но вот это все движение душевное и уже после этого реальное себя ограничивать, сдерживать – это мораль. По определению Рава в нашем отрывке. Ему противостоит святость, которая у нас определяется как уровень человека, которому уже не нужно себя сдерживать. И есть такой уровень. И это называется святость. Поэтому мы прыгнули на народ и сказали, да этот вот уровень морали, когда себя ограничивать, сдерживать и воевать с любовью к себе на уровне народа, для уровня народа это плохо. Это разъедает. Ну дайте пример из Танаха. Кто такой человек, который достиг этого уровня? Рав Кук. Не знаю. Ну и давайте я приведу пример пророков. Ну то есть это крайняя точка. Давайте я приведу пример пророков, которые гневались, допустим, на народ Израиля и изобличали его. И понятно, что они делали это с такой холодной английской чопорностью. Понятно, что они злились, они гневались, и они чувствовали все. Это были святые люди, с которыми говорил Бог. Смотрите, по поводу примеров нужно подумать. Но праведник, он святой? Видимо, не всякий праведник, он святой. Ну говорят, праведник упадет, но поднимется, правильно? То есть я и говорю о процессе... О, праведник упадет, но поднимется. Это в нашем разборе. Это человек, который моральный, который занимается моралью. Опять-таки, смотрите, здесь тоже и в иудаизме. Праведник – это слово, смысл которого мы понимаем из контекста. В контексте праведник упадет и поднимется. Это тот, который падает. А есть уровень, когда он уже не падает. Мне кажется, вы меня... Сейчас я сам себя запутаю. Я не знаю, праведник это... Праведность, это тождественная святость или нет, не знаю. Мне не кажется, что это тождественная святость. Можно я встряну? Я хочу сказать, что по Раву Левину... Ну вот я заблудилась в очередной раз в наших лекциях. И задала вопрос Раву Левину. И он сказал, что если вы зададитесь конечной правильной целью, то есть диалог с Богом, то все встанет на свои места. Вопрос в конечной цели. Что вы хотите добиться? Если вы хотите добиться диалога с Богом, то, понимаете, тут нет места осуждению. Как бы осуждение – это вообще идолополоконская штука. Когда вы избавитесь от осуждения, вам будет легче. И тогда и святость, и мораль придут сами собой. Не надо осуждать. Надо принимать людей такими, какие они есть. Но искать в них некоторые искры святости. Что же в них хорошего? И на этом хорошем развивать общение с людьми. И они отдадут вам хорошее. Я скажу это по Равкуку. Равкук говорит это так. То есть спорить я, конечно, не стану. Я не знаю, к этому относиться. То, что я помню по Равкуку, это его известная кратая фраза, что в споре с оппонентом нужно не указывать на то, в чем человек не прав, а указывать на то, в чем он прав. И тогда он сам поймет, в чем он прав. Да, она там. Да, да, спасибо. Ну, мы обсуждали это, похожие темы на других уроках. Сейчас не хочу туда глубоко заходить. Если кто-то еще хочет что-то сказать. Там кто-то руку поднял. А, да, конечно. Можно, да, вопрос? Меня как раз смущает момент, то, что сказано у Равкука о государстве. То есть то, что нельзя уменьшать свою любовь, не ведет ли это к национализму? Я думаю, запросто может. Если это больше любви, чем нужно, это, видимо, это, видимо, действительно может вести. Но, видимо, то, что Рав хочет сказать, что у нас есть какие-то другие пути, кроме пытаться сделать народ альтруистом. А давайте делиться с другими, а давайте... Это, видимо, неправильный путь. Какой правильный, я не знаю. Действительно, слишком много этой любви, так же, как человек, который не борется с любовью к себе, и он эгоист, любит только себя. Понятно, что это плохо. Так же с народом, который начинает слишком себя любить или там всех самих ненавидеть на этом основании, это тоже может быть плохо. Но пытаться превратить как лекарство этот народ в народ альтруистов, это не вылечит его, а просто погубит. Как лечить? Я не знаю. Вы просто хороший. С детства. Анатолий, вы хотели... Пока евреи не взлюбили себя, то есть не стали позитивными националистами, их не впустили в Израиль. Поэтому, да, где-то должна быть граница. Но любить нужно народ, родину. Конечно. Это просто комментарий. Хорошо. Мы уже немножко перее... То самое время наше... Ну, на пять минут перешли наш час. Поэтому сейчас начнем закругляться. Большое спасибо, что вас так много. Мне было очень интересно. Очень интересные, хорошие идеи были, которых я сам бы не догадался. Были вопросы, которыми я был тоже очень доволен. Непредсказуемые для меня, по крайней мере. Я очень рад, что нас так много сейчас. Вот я не знаю, что делать на следующем уроке. Продолгать отрывок, который я... Мы не доучили на этом... Саху это следующий отрывок. Но это отдельный отрывок. Или вернуться к нашей книге. Ну, напишите мне в чате, кто как думает. Но пока большое всем спасибо. Добрый вечер. До свидания. Спасибо большое. До свидания. Спасибо, Натан. Вам большое. Как бы ваши уроки, они правда меняют жизнь. Спасибо большое. Они меняют взгляды. Вот я, например, пошла учиться с аутичными детьми работать. Потому что во взрослых, ну, как бы в Галуте я уже ничего не вижу, а дети, в них масса божественных исков. Надо их раскрыть. Да, да. Мне бы в голову такое не пришло. Это все уроки, все уроки. Все Тарас. В каждом месте есть свое... Диалог с Богом это через ближнего проявляется, кто рядом, а не просто где-то диалог с Богом. Да, нет, смотрите... Люби ближнего как самого себя. Таня, то, что вы говорите, я... Это очень важный уровень, как бы, действительно, человека. Просто быть хорошим. Ну, хорошо, общая мораль, здорово. А когда через это я делаю это как заповедь, когда я через это приближаюсь к Богу, когда я начинаю просмотреть диалог с Богом, это, конечно, придает мне в моей жизни более градусмысленность и цвет и саможизненность, чем просто быть хорошим человеком. И я чувствую, что вы, как бы, вы постоянно сюда вот, как бы, этот аспект вносите, а я его постоянно отталкиваю. Это правильный аспект. Просто важно в любом тексте, в любой учебе, и особенно в Равхуке, смотреть, что написано, а что нет. Очень часто есть намеки. Этот намек, он есть или его нет. Понятно, что близость к Богу это очень важная вещь. Просто в данном отрывке его нет. Это по-моему. Но то, что вы пытаетесь привнести к нам, это очень-очень важная вещь. Хорошо. Большое всем спасибо. До свидания. До встречи во вторник. Субтитры создавал DimaTorzok